В рабочем посёлке на пересечении улиц Украинская и Караванная установили светофор. Ранее на этом месте был пешеходный переход. Так как дорога является оживлённой, это затрудняло движение по дороге не только для машин, но и для пешеходов. Установка нового светофора связана с тем, что дорога очень оживлённая. Ежедневно утром и вечером происходят пробки, которые затрудняют транспортное движение. Также неоднократно на пересечении улиц Украинская и Караванная случались разного рода аварии. Неоднократно обращали жители рабочего посёлка с просьбой установить светофор по улице Караванная с переходом на Украинскую. Это пересечение Украинской и Караванная. Данная дорога является оживлённой. Ежедневно тут по утрам бывают пробки и выехать с Украинской на Караванную. Трудности возникают. В связи с этим в этом году у нас был выделен бюджет и установили светофор. Вчера установили светофор на пересечении улиц Украинской и Караванная. В отдел жилищно-коммунального хозяйства Акимата Петропавловска жители неоднократно подавали заявление, а также приходили предписания с департамента полиции о необходимости установки светофора. Чтобы узнать мнение жителей рабочего посёлка, мы задали несколько вопросов касательно нового светофора. Пешеходам раньше было удобнее, тут без проблем шёл, сейчас надо стоять ждать. Здравствуйте, а вы можете сказать пару слов о том, что установили новый светофор? Это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Вот скажите, почему? Как почему? Видишь, что красный не остановиться надо, а жёлтый приготовиться, зелёный, пожалуйста, проходить. И без споказа идёшь, заглядываешься, где какая машина, чтобы успеть, чтобы тебя не задавили. Хорошо, что установили, хоть проехать можно. Пробок тут много, очень много. Машины буквально возле кольца стоят, там практически много тоже машин стоит. По мне, так это просто пробки создали и всё. В дальнейшем за автомобильным движением на пересечении улиц будут пристально следить. Интенсивность движения, есть ли задержки, создаёт ли пробки новый светофор. Благодаря этим показателям будет проводиться корректировка времени на светофоре. Лаура Рагимова, Михаил Казначеев, Служба новостей.